Барнаул далеко не Нью-Йорк и не Москва, но проблема автомобильных пробок у нас не менее остра, чем в мегаполисах. Специалисты объясняют, за последние 30 лет количество автомобилей в Барнауле увеличилось почти в 6 раз. Железные кони наглухо закупоривают дорожную сеть города. В связи с этим власти вспомнили о проекте, который был предусмотрен генпланом еще в середине прошлого века. Транспортная связка, которая должна соединять проспект Красноармейский с улицы Антона Петрова. Вот такая магистраль, которая должна соединять практически по центру, по срединной части города, административно-деловой центр с так называемой спальней. Изначально проект был продиктован логикой развития города, теперь призван избавить Барнаул от пробок. Сейчас мы в основном едем из центра на поток или в район новостроек двумя путями. По строителям и по Ленина с поворотом на Матросово или Северо-Западную. Именно эти названия чаще всего и звучат в сводках дорожных пробок. Прокладка тоннеля станет своего рода шунтированием для кровеносной системы города, открыв прямую путь в спальные районы. Кстати, проект предполагает прокладку дороги дубля проспекта строителей на другой стороне ЖД путей. Этот проект предусматривает сохранение, вернее, просто учитывает инициативу железной дороги по развитию ее инфраструктуры. Этот проект учитывает сохранение мемориала славы в нашем городе, где мы с вами стоим. Более того, этот проект позволяет иначе взглянуть на часть города, расположенную за железнодорожной станцией. Изначально, кстати, был вариант проложить эстакаду над вокзалом, но ему предпочли подземный путь. Он должен пройти в геометрическом центре города. Сергей Баженко отмечает, из всех возможных этот вариант самый рациональный и экономный, хотя общая стоимость и превысит в итоге 2 миллиарда рублей. Траты огромные, но крайне необходимые. Это подтверждают и коллеги Баженко. Это вот как раз, это правильный ход. Вот для решения транспортных проблем он давно созрел, давно нужен был. Если бы мы это сделали еще раньше, кажется, в жирные года, когда денег было много очень, казалось бы, то можно было бы это заложить и что-то уже делать. То даже вот в те перестроечные годы, когда денег было еще меньше, когда была гиперинфляция, бог знает чего еще, при Борисе Николаевиче Ельцине было же принято решение о строительстве нового моста, ведь его же строили в очень легкие годы, его построили. Проект уже был представлен руководству города и края, и, по словам инициаторов, те пытаются решить вопрос на организационном уровне. Ведь, пожалуй, всем и даже не специалистам ясно, одним расширением дорог транспортную проблему не решить, нужны кардинальные меры, будь то тоннель или что-то другое. Информационный канал Город.